Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня наш коллега из Рязани, Александр Баранчук. Александр, приветствуем вас! Добрый день, коллеги! Добрый день, Игорь Николаевич! Давайте посмотрим, что грядущий день нам готовит. Так, сейчас мы делюсь демонстрацией. Да, видим хорошо. Вот, давайте тогда посмотрим. Пока на данный момент, значит, а что же сделка-то не отображается, надо будет разобраться. Стою в шорт по индексу РТС, это шорт по индексу РТС, это шорт по индексу РТС, стоп-заявка, а стою в шорт по 115.02. Скорее всего, возможно, будет лосс, но ничего страшного. На этой неделе торговал, получается, с учетом пятницы, это третий день. Два дня было в плюс, так что, в принципе, все хорошо. Но, тем не менее, жду пока шорта, пока единия не отменилась. Как бы, взгляд вполне обоснованно, сильный поток ордеров вниз прошел. Вполне можем упасть, жду в район 114.5, 114.500. Это РТС, теперь рубль. Тут, конечно, не очень такая ситуация. В последние особенно дни, да, рубль любит разносить, что называется, и вверх, и вниз. Ну, тут как бы даже вот не стал бы пока ничего делать с ним. Не очень картина. Сбербанк. Сбербанк достаточно сильно пошел с открытия. Прям вот. То есть тут без шансов. Как бы сейчас я бы не стал в него пока лезть тоже. РТС в плане, например, пойти в шорт, выглядит куда более интересен, нежели Сбербанк, который достаточно сильный. В ней просто идет, ну, сильный достаточно рост. Зачем, на мой взгляд, продавать именно сильную бумагу. Лучше поискать слабое. Газпром. Ну вот, кстати, его можно вот подумать по поводу шорта. Если вот здесь сейчас он постоит еще некоторое время, да, вот. Будет видно, если что, как бы, шортисты, что называется, держат его. Можно попробовать встать в шорт, если как бы кто не это, кто думает, что поторговать. Но идея дня у меня все равно пока РТС. Идея не отменилась, буду ждать, надеюсь, что пойдет. Надо будет разобраться, почему сделка не отображается. Ну, бывает иногда, как и глючит. Так, это касательно российского рынка. На этой неделе робот, по-моему, достаточно стабильно. Хотя было всего одно закрытие, которое произошло позавчера, в среду. Да, 4 июля, как раз в день независимости Соединенных Штатов. Это, значит, вот первый робот-счет. Кстати говоря, в мониторингах я открыл полностью историю. Кому вот интересно, кто любит смотреть, какие сделки, можете прям вот взять, подробно изучить. А, сейчас я другую ссылочку дам, вот эту правильно давать. Так, это сюда. Второй у нас робот, второй счет, тоже сработал достаточно неплохо. Тоже 4 июля 2018 года. Вот июль, пока вот такие у нас идут результаты. И третий. Тоже 4 июля. И пока такие у нас резервы. Что еще хочется сказать? По-прежнему советую всем посмотреть курс, курсы. Там много всего интересного. И еще очень хорошая новость заключается в том, что мы разработали специальное приложение для проверки теоретических знаний трейдера. Сейчас я зайду в Телеграм. У меня там просто ссылочку, я вот найду ее и сюда скину. То есть там приложение для андроида, можете скачать, пройти тестирование. И вопросы прямо самые разные. И они будут также дополняться. Пока вот люди, которые скачали, с первого раза пока никто не прошел. Там у кого-то есть 4 ошибки, у кого-то 2, у кого-то 1. А, кстати говоря, с первого раза тоже допустил одну ошибку там из списка вопросов. Вот. Сейчас тоже дам ссылку. Обязательно поставьте, потому что, ну, как бы люди, людям прямо это понравилось. Сейчас она загрузится у меня. Ну, давай. Телеграм. Хочет, да? А давайте остановим демонстрацию рабочего стола, потому что мы так в основном уже все показали. Вот, вот, сейчас. Ага. Так. А, вот еще потом одну штуку. Вот она. Здесь можно скачать приложение. Вот. Пока для андроида, если у кого там айфон, я думаю, скоро сделаем и для ios. Это приложение. И, так скажем, мое новое, ну, можно сказать, развлечение. Я снял, стал снимать торговые дни, когда торгую, да, то есть там сделка, например, вошел, потом что там изменилось, результат, и стал это тоже выкладывать в YouTube. Добавляю там какую-нибудь, ну, заводную музыку, чтобы, ну, чтобы было интересно смотреть. Вот. Так что, вот. Если вопросы какие есть по текущей ситуации, по рынку или почему-то еще, тоже внимательно слушаю. Не стесняйтесь, задавайте. Спасибо вам, Александр. У меня вопрос. Вот эти вот ролики, которые вы снимаете на YouTube, вы на сайте потом размещаете их? Можно потом посмотреть через сайт туда зайти? На трейдер? Через сайт нет, там на сайте, нет, на сайте, да, на сайте нету. Надо сделать прямо раздел, там, видеоторговый, подумать, как назвать. Надо подумать, да. Это очень эффективно, ясненько. Ну, у меня, так сказать, идея просто помочь вам в маркетинге этого мероприятия, потому что это очень интересно, потому что, когда инвесторы смотрят, на них логика мысли и практика торговли, очень важны, поэтому то, что вы это делаете, это сделаете, делаете очень правильно, и, так сказать, это очень полезно для вас, для самого, знаете, в какой-то момент пересмотреть и подумать, что ты сделал правильно, что неправильно, и для инвесторов, которые могут рассматривать. Да, кстати, на самом деле, вот, если кто читал книгу, есть, ну, известная достаточно, «Один хороший трейд» называется. В ней как раз работа, так скажем, можно сказать, частный фонд, да, они специализировались на торговле, на спекуляциях, на американских акциях, и у них за правило было, они каждый торговый день именно снимали на видео. А когда рынок закрыт, они приходили, соответственно, в офис уже там, да, пораньше, и просматривали, что было в прошлый раз, то есть они постоянно вот это вот практиковали. Да, сейчас это обычное дело, поскольку все стало доступным, и все это активно используют, ну, кстати говоря, покажу вам то, куда я вас настойчиво приглашаю, сегодня еще раз приглашаю, это наша битва. Очень хорошо, кстати, идет, я смотрю, что люди за неделю намолотили, лидер у нас питерский, 37% намолотил к депозиту, самородов 35%, и вольный трейдер 32%. Кстати, у вольного трейдера, коллеги, обратите внимание, второй счет плюс 7%, то есть он на двух счетах молотит, значит, система работает. Конечно, Александр, хочу видеть ваш счет вот здесь, видите, здесь даже для вас уже есть ссылочка, трейдер с блогом, все готово нажать. Был бы российский рынок, вот я бы прямо поучаствовал бы, был бы российский рынок, но вот пока, ну, может быть, в следующий раз я остаюсь, надо просто настроиться, потому что вот, вот я раньше достаточно плотно торговал валютный рынок, и видео тоже записывал, помню, там, как бы вот спор был там с одним товарищем, ну, вот взял там тысячи долларов, ну, на месяц, типа, он поспорил, что я солью, я поспорил, что у меня будет плюс, то есть мы не говорили там процент, но я отснял прямо каждый трейд, там, все это, получилось 32 процента заработать. Ну, я прямо там сидел, сидел. За какой период? За месяц. За месяц, ну, отдых, отличный показатель. Да, но потом, когда я попробовал российский рынок, да, а он быстрее, он, как бы, вот посидел, вошел и вышел быстро. Я вот, как бы, смотрю дальше на валюту, она такая медленная, медленная, то есть возвращаться как-то вот не очень хочется, вот это вот вручную смотреть. Я понял вас. Ну, такие вещи, как золото, серебро, евро, доллар, все-таки они движутся, их тоже можно посмотреть. Ну, смотрите, я, собственно, только за то, что вам нужна витрина, и вот эта витрина, она очень популярна сейчас, и я, кстати, предлагаю вам ролики, которые вы снимаете о трейдинге, повесить на главной странице на главном месте, потому что это может быть сейчас самое главное с точки зрения инвесторов, я исхожу из потребителей, естественно. Они заходят на сайт и прежде всего смотрят на то, что на сайте есть, что интересного. Я бы прямо эти ролики в самом под шапкой прямо повесил, причем имейте в виду, что 90% кто заходит на сайт, ниже, чем видимая часть сайта, вот открыл и видишь часть сайта, ниже 90% не ходит. Поэтому вот этот кусок наверху сайта, который открывается при первом ходе, это все, что у вас есть для рекламы, все остальное бессмысленно. Спасибо большое, Александр, вам за ваш обзор. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы можно уже писать. Александр, как доходность на этой неделе в целом? Вы сказали, что у вас две сделки удачные, одна, скорее всего, будет сегодня, я так понимаю, неудачно. Да, вот сейчас она сработала уже, стоп, вот единственное, что-то вот именно где он у меня был, пропало, а я не вижу, где он сработал. Я могу только в этом, смотрю, она нормальная, но что-то не отобразилось на графике, как будто ее не было. Надо посмотреть, что с этим квиком не так. Да, в лючке бывает время от времени, это не страшно, настроите. Ну и получилось сохранить положительный доход? Да, в процентах, если говорить за неделю, получилось сделать 4, где-то и 7 процента, вот с учетом вот этого лося сейчас. Ну, это отличный показатель, это здорово, это получается 4, даже если 4 процента, это получается 52 недели, это получается 208 процентов годовых, даже в неделю, которую Александр считает не сильно удачной, дай бог, чтобы все недели были не хуже, ясненько. Александр, сегодня нонки в 15.30, вообще не будете никак участвовать в рынке, даже одним глазом не будете смотреть? Посмотрю, как бы, наверное, но там у робота пока набран достаточно небольшой объем, то есть даже нонки сейчас его особо не качнут, я даже думаю, что возможно даже и не закроется сегодня. То есть там пока небольшой объем, то есть там даже движение, если будет в 100 пунктов, там, думаю, даже погода не сделает. Но посмотрю, я думаю. Я понял. Хотя в последнее время они стали гораздо менее активные, да? Гораздо менее активные. Ясненько. Ну, что, это лето, тут, Александр, пробу там предъявы нет, это лето, ничего не сделано. Ну, согласен. Вот, я думаю, что в конце августа все вернется на обычный ритм. Александр, получается ли ездить на велосипедах? Пока вот я только достал его из гаража, смазал, заменил камеру, то есть сделал такие необходимые ремонтные работы, там смазал цепь, потому что он стоял достаточно так долго, а там было сырое еще, да? То есть там одно вот колесо, вот это вот, сами вот эти спицы тоже пришлось, а до ржавчины вот привести его в нормальный вид. Но, как бы, вот, думаю, на выходных этот самый будет. Да, меня выбил, ну и что, как бы, вот, там, Евгений из Питера пишет. Бывает, что такого? Сбер смотрели мы, вот спрашивает Аполлон. Сбер смотрели, но он стрельнул сильно, на мой взгляд, сейчас не очень смысл, если его смотреть. Вот, а так, да, ну, бывает, что. Важно не то, что вот мы, там, берем и постоянно, не постоянно, а если мы держим риск, вот, вот, четко, да, нас, вот, по большому счету, хрен из рынка выкинешь на дистанции. А так, как бы, может выбить, может не выбить, то есть мы над этим не властны. Это, как бы, ну, просто рабочая часть работы. Я понял вас, ясненько, хорошо, спасибо. Ясненько, я читаю комментарии. Александр, в субботу планируете болеть за Россию, Хорватия? Ну, за Россию, естественно, в этом матче. Я планирую посмотреть, потому что, ну, с Испанией, в принципе, я как начал смотреть, вот, да, особенно вот второй тайм, но я думаю, ну, понятно, сейчас до пеналити дотянем, если, наша возьмет. Дотянули, наша взяла. Я понял. Какой у вас прогноз на субботний матч? Что будет? Какой счет был? Я думаю, до пеналити не дойдет. Я думаю, решится все в основное время. Ну, я думаю, если наши все-таки смогут, там, ну, счет, может быть, будет 2-1 или 1-0 в нашу пользу, но, но, хорваты на этом, как бы, чемпионате мне нравится, как играют гораздо больше, чем та же Испания. Мне кажется, что это достаточно более серьезный даже соперник. Я понял, ясно. Нет, мне этот чемпионат нравится, я открыто говорю об этом, потому что, как бы команда не играла наших соперников, на матче с Россией она почему-то останавливается и стоит, ждет, пока ей забьют гол. Не знаю, почему такая аномалия, что происходит. Думаю, что и в субботу будет то же самое. Хорвата будет стоять, мы им будут стоять, мы им набьем 3-0 и выиграем. У них вот такой у меня прогноз на субботу, поэтому мы все собираемся поболеть, понимаешь. И за победу. Я вообще вижу финал, Россия-Бразилия, и мы выиграем со счетом 1-0. Вот такой план. Спасибо большое, Александр, вам за ваш обзор, за ваши прогнозы, рад за ваш велосипед, так что удачно вам хорошо поездить. Ну, а мы остаемся верны себе, мы ждем ваш ПАМ-счет, до 30 июля будем ждать ваш ПАМ-счет. Вот, я считаю, что витрина нужна, подумайте, посоветуйтесь с партнером, обсудите эту тему. Все, коллеги, спасибо. Да, Александр, давайте сделаем так, если Россия побеждает, вы должны, знаете, вот я на движении, если Россия побеждает, я в воскресенье схожу в магазин. А вы, давайте возьмите обязательства, если Россия побеждает, вы открываете ПАМ-счет, внесите свою лепту. Ну, надо подумать, просто я говорю, вот мне вот не хочется возвращаться на Форекс, вот не тянет. Вот с российским рынком я прямо бы с удовольствием вот поторговал бы, прямо несложно. Ясно. Да, вот хочется, вот именно, да. Ясно, если Россия проиграет, друзья, то мы знаем, что это будет из-за Александра, потому что он не стал. Говорят, отмазался. Не стал. Вот, ну, вот трейдер-колдун говорит, вот, ну, ему нравится Форекс, а мне нравится российский рынок. Все, все, Александр, мы шутим, конечно, все шутим. Если кто не понял, естественно, никто не знает, чем закончена Россия-Хорватия, так что все будем с напряженным вниманием следить, болеть, уверен, что, так сказать, зрителей будет в этот день много. Спасибо большое, Александр, вам за ваш обзор, ответы на вопросы. Хорошего дня, удачи на рынке. Всем до свидания, всем пока. До свидания.